Продолжая коммунальную тему, прообраз современной системы канализации появился почти 5000 лет назад. Уже тогда древние люди осознали, жить вблизи стоков и отходов не гигиенично. Однако в современном мире до сих пор встречаются случаи, когда использование коммунальных сетей попросту игнорируется. Что получается в таких ситуациях, расскажет Ярослав Алакин. Все, Сиро, канализация там труба и вон труба. Это откуда идет труба? Это идет из пятерочки. А там у них что получается наверху? А у них какая-то мойка. Они идет сюда и сливают. Это канализационная вода. Грязная вода, она пахнет. В таком виде сантехническое решение о посливу отработанной и, мягко говоря, не всегда чистой воды существует в этом подвале с марта месяца. Именно тогда, после ремонта в магазине, канализацию вывели прямо с потолка. И так ни к чему и не подцепили, направив все стоки прямо в подвал. Работы проводила частная компания, нанятая продуктовой сетью. За эти три месяца немало воды утекло в почву под домом. Из-за этого здесь могут появиться насекомые, паразиты, плесень, да и разводить под домом болото. По понятным соображениям не стоит, уверен Сергей Ившин. А ведь решение проблемы лежит на поверхности и чем-то сложным не является. Здесь полдня работают, не больше. Нормальному специалисту полдня работают. Три хомута сделать, делать переходник. Тут страсти никакой нет. Делать переходник, делать сюда, делать на хомуты. Все нормально, все делается. Все ведь делается. По желанию. Вот только особого желания исправить коммунальный недочет никто не изъявляет. Все попытки старшего по дому Сергея Ившина ни к чему вразумительному не привели. Без камеры, с диктофоном идем к директору магазина. Узнать, помнят ли они о проблеме и какие предпринимают действия. Руководитель заверил, заявка на работы составлена. И в ближайшее время водоотведение обустроят по всем нормам. На данный момент заявка в отдел эксплуатации уже сделана, подана. Сейчас идет договор. В общем, в наш отдел ведут переговоры по доступу в подвал. И я думаю, что в ближайшие дни это все будет уже сделано. В течение недели это точно будет уже устранено. Сегодня я еще постараюсь своих еще поторопить. Выходит, что не такая неразрешимая проблема. И ждать три месяца с момента ее появления было совсем не обязательно. Оказалось, все можно исправить. Причем достаточно быстро. Жителям остается надеяться, что на этот раз за дело взялись с полной ответственностью. И то, что нужно было закончить еще в марте, качественно доделают в ближайшие дни. И летний сезон для них пройдет без удушливого запаха и комаров. Вот здесь заходишь, пахло канализацией. Все пахнет, что вонь. И нельзя открыть. Дом нельзя открыть. Вся идет вонь. Будет сырать, будут блоки.